Воскресный завтрак, который готовить очень-очень просто, и готовится он быстро как для одного человека, так и для семьи из 10 человек. Это вам не в воскресенье не гору блинчиков на печь, а это обычный омлет, который по моему рецепту всегда получается идеальным, очень вкусным, нежным. Итак, поехали. Для его приготовления нам понадобится, да, в принципе, всего-навсего два ингредиента. Яйца. Яйца берем и аккуратненько выбиваем в миску, в которой будем все размешивать. Обязательно берем вот такое зеленое яйцо. Шутка, конечно. Берем яйца, которые вы используете, как всегда. Мне больше нравится, когда они пожелтеют домашние, но если нету домашних, все получится так же. Дальше добавляем молоко. Тут, внимание, обязательно соблюдаем пропорции. Не просто так бухаем определенное количество яиц, определенное количество молока и все. Нет, на каждое яйцо добавляем ровно 50 граммов молока. Напомню, что вы смотрите видео на канале «Готови быстро, ешь вкусно и худей». С помощью своих рецептов я похудела на 16 килограммов за 4 месяца. Хотите так же? Обязательно подпишитесь и будем готовить вместе. Ой, обманула. Еще третий ингредиент. Немножко подсолим и все аккуратненько перемешиваем до однородности. Ни в коем случае тут не используем блендеры, чопперы, не знаю, всю технику. Венчики тоже не используем. Просто вилкой аккуратно перемешиваем, ничего не взбиваем. Это очень важно. Дальше берем емкость, которую будем выпекать, смазываем ее сливочным маслом и выливаем туда наше тесто. Хотя тесто не поворачивается язык его назвать. Но пусть будет тесто. Вот так выливаем. Кстати, сейчас озвучивая это видео, вспомнила, как бабушка по воскресеньям всегда пекла омлет и подавала его на стол. Правда, он назывался далеко не омлетом, он назывался яечный и подавался всегда тепленьким. Таким вкусным был. Я очень любила этот омлетик. И сейчас с теплом вспоминаю эти времена, когда на кухне появлялся вот такое блюдо на столе. Подавали его просто в сковородке. Итак, отправляем в духовку наш омлет. Он подрумянивается, запекается и дальше на тарелку. Ой, у меня отвалился кусочек. Ничего страшного. Можно залатать дырку, просто приложите туда и переверните, подавайте на стол. Вот такой омлет приятного.